Практически все те новые меры поддержки, которые сейчас действуют в Российской Федерации в отношении семьи с детьми, они таким же образом будут действовать в отношении жителей тех территорий, которые присоединятся к России. У нас есть хороший опыт Республики Крым и Севастополя, когда даже я более того хочу сказать, что помимо тех гарантий, которые существуют на сегодняшний день, тех мер социальной поддержки Украины, действуют также и меры поддержки тех, которые действуют в Российской Федерации. То есть в зависимости от того, насколько сильная мера. Фактически два параллельных пакета. И в этой связи я считаю, что жители, в данном случае жители Республики Крым, жители города Севастополя, оказались даже в более выгодной ситуации, чем жители России, потому что они еще правили выбирать, какие меры поддержки могли в их отношении работать. Но хотел бы сказать сейчас вот о чем. В России есть, специально рассчитывается в рамках федерального бюджета так называемый семейно-детский бюджет. То есть это все расходы бюджета, которые направлены на поддержку семьи с детьми, включая образование, здравоохранение, меры социальной поддержки, пособия. И вот этот бюджет по сравнению с 2019 годом увеличился в два раза. Если в 2019 году он составлял примерно 0,6% ВВП, то уже в 2021 году его уровень составил 1,25% ВВП. Только федеральный бюджет, не считая региональных бюджетов. Примерно столько же еще добавляется из регионального бюджета. И только последняя мера, о которой мы можем сказать, настолько, на мой взгляд, она меняет общую ситуацию, связанную с поддержкой семей, имеющих низкие доходы, что фактически сегодня можно точно утверждать, что любая семья, если у нее есть соответствующий статус, то есть она, допустим, или не может работать по какой-то причине, или, допустим, стоять на безработице, но доходы их ниже прожиточного минимума, она получает пособие. Причем это пособие действует на семье, начиная от рождения ребенка и заканчивая 17 годами. Если у семьи не хватает средств до прожиточного минимума, то выплачивается половина прожиточного минимума на каждого ребенка. Если все равно не хватает, выплачивается более высокий уровень, 0,75%. Если ей так не хватает, выплачивается еще один уровень. Кроме этого, существует такая очень сильная мера, она в последние годы все больше и больше получает развитие в регионах, как социальный контракт. Сумма социального контракта, если семья, допустим, находится в зоне неблагополучия, чтобы вывести из зоны неблагополучия, составляет 250 тысяч рублей, но при этом многие регионы еще добавляют. Причем это дается как на поддержку предпринимательской активности, так и на другие цели. Я рассказал только маленькую Толику, поскольку говорю о семьях с детьми, совершенно не затрагивая такую мощную меру, как материнский капитал, который сегодня действует в отношении первого ребенка, при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка, но хочу напомнить, что материнский капитал также действует, если в семье двое детей рождается третий ребенок, или, допустим, в семье трое детей рождается четвертый ребенок. То есть для жителей и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики фактически при их переходе, при рождении и второго, и третьего, и четвертого они правее рассчитывать будут на средства материнского капитала, ну, соответственно, получая гражданство Российской Федерации.